Девушки отдыхают Это явилось ответом бывшим союзникам, приступившим в нарушении всех договоренностей к созданию государства, позднее названного Федеративной Республикой Германии. Это стало первым актом Холодной войны, солдатами которой были ученые и конструкторы. 5 октября 1949 года. Ленгли, штат Вирджиния, директору ЦРУ совершенно секретно. На вооружение советской армии принята новая штурмовая винтовка. В следствии особых мер секретности параметры оружия до сих пор неизвестны. Начальник отдела СССР и Восточной Европы ЦРУ. До середины 50-х советской и зарубежной прессе не было ни одного упоминания о новейшей русской штурмовой винтовке. Офицеры и солдаты вне воинских частей носили это оружие в чехлах. Гильзы патронов собирались. Можно было наблюдать, как один стрелок стреляет, а второй пилоткой или шапкой, или специально каким-то сконструированным сачком ловит гильзы. В 1955 году на советский экран вышел ставший знаменитым фильм «Максим Переперийцев». Именно в нем впервые было показано секретное стрелковое оружие, о котором сегодня знают в самых глухих уголках планеты. Недавно французская газета «Либерасьон», составившая список самых выдающихся изобретений 20-го столетия, назвала этот автомат изобретением века. Сегодня оружие и имя его создателя стали символом интеллектуальной и военной мощи России, а для многих народов – символом освобождения. Наш фильм сразу о двух Калашниковых, непревзойденном по боевой мощи автомате АК и его конструкторе Михаиле Тимофеевиче Калашникове. Калашников 1929 год. Газета «Правда» опубликовала статью Иосифа Сталина «Год великого перелога». В ней глава государства призвал к ликвидации единоличных хозяйств в пользу коллектива. На следующий год семья Тимофея Александровича Калашникова, признанного Кулаком, была сослана из Алтайского края в Сибирь. Одному из его сыновей предстояло войти в историю как величайшему конструктору оружия 20-го века. В 1936 году, подправив бумаги и получив чистый паспорт, Михаил Калашников приехал в Казахстан, где начал работать на железнодорожной станции «Матай». Спустя два года его призвали в Красную армию. Там он впервые проявил свой конструкторский талант. 19 января 1941 года. Город Стрель. Начальнику танковой школы Киевского особого военного округа. Приказ номер 435. За изобретение комбинированного счетчика моторесурса «Танка» объявить благодарность и наградить именными часами курсанта Михаила Калашникова, командующий Киевского особого военного округа генерал армии «Жуков». По окончании танковой школы младшего сержанта Калашникова направили на ленинградский завод имени Ворошилова, где ему предстояло доделать свой прибор. Но помешала война. В октябре 1941 года под Брянском 22-летний командир Т-34 Михаил Калашников получил ранение. Ранен в плечо и в грудь. Собой сторон. Это осколки. Я не почувствовал. Я смотрю кровь. Я своих членов экипажа спрашиваю, кто из вас ранен, почему на мне кровь? Они говорят, мы все нормальные. После этого я теряю сознание. Но экипаж вместе с тяжело раненым командиром сумел пробраться через занятую немцами территорию к своим. Калашникова направили в госпиталь, в город Елец. Михаил остро переживал нехватку в армии автоматического оружия, особенно у экипажей боевых машин. В госпитале я начал думать, а не взяли все-таки создать хотя бы пистолет-пулемет? Да такой простой, чтобы его можно было изготовить в любой кустарной мастерской. Получив отпуск по состоянию здоровья, он отправился на станцию Матай, где в мастерских паровозного депо сделал свой первый пистолет-пулемет. Вместе с ним он явился в городской комиссариат Алма-Аты. Но там порыв молодого конструктора не оценили. Я в ДВА сделал пистолет-пулемет, хотел выпадать. Пистолет-пулемет? Какой? Где? Я шинель растернул, вот он висит здесь. Старшина отводит меня в сторону, снимите ремень. А если кто из вас в армии был, вы знаете, ремень снимают, когда на губ-плату вас сажают. И мне пришлось впервые познакомиться с губ-платой. В 1942 году второй экземпляр своего пистолета-пулемета Калашников показал авторитетнейшему советскому специалисту по стрелковому оружию, академику Благонраву. Тот забраковал изделия, но написал заключение о неоспоримых конструкторских способностях Калашникова. В том же году Михаила перевели в Коломну на центральный военный полигон. Там он начал работать сначала над ручным пулеметом, а затем над самозарядным карабином. И вновь неудача. Оба изделия оказались в музее полигона. Весна 1943 года. Наступил перелом в Великой Отечественной войне. Красная армия разгромила группировку немецких войск под Сталинградом. Прорвала блокаду Ленинграда. В Ставке Гитлера все чаще стали говорить о чудо-оружии, которые вновь изменят ход войны. Получила такое оружие и немецкая пехота. Хорошо замаскировавшись, лежит один немец и ведет прицельный огонь. Я взял и бросил туда противотанковую гранату. Мы тут же подошли к немцу. Мы взяли автомат, четыре диска до этого. Нам такие автоматы не встречались. Поэтому мы обратили внимание и начали его изучать. И нашли надпись. Опытная партия. Летом 1943 года в Москву были срочно вызваны самые известные оружейники страны. На техническом совете в наркомате вооружений конструкторам показали новейшую штурмовую винтовку Гуга Шмайсера «Штурмгевер». 24 июля 1943 года. Москва начальнику главного артиллерийского управления, рабоче-крестьянской Красной Армии, генералу армии Яковлеву. Секретно. Представленный образец создан под ранее неиспользуемый уменьшенный винтовочный патрон. Мнение наших специалистов единогласно. Винтовка «Штурмгевер» превосходит все существующие образцы немецких и наших пистолетов-пулеметов. Председатель совета по изучению трофейного образца Василий Дегтярев. Всего за полгода был разработан промежуточный, менее мощный, чем винтовочный, но больше, чем пистолетный патрон калибра 7,62 мм. В начале 1944-го наркомат обороны объявил конкурс на создание под новый боеприпас автомата. В нем приняли участие 15 конструкторов, среди которых были мэтры советской оружейной школы, прославившиеся своими пистолетами-пулеметами. Шпагин, Дегтярев и Судаев. Один из многих мифов вокруг имени Калашникова состоит в том, что конструктор якобы скопировал штурмовую винтовку Хуго Шмайсера. Однако при всем внешнем сходстве автоматы имеют существенное различие внутреннего устройства. К тому же АК, что очень важно, почти на 2 кг легче немца. Одна идея, две разные конструкции, две разные судьбы. Штурм Гивер сегодня можно видеть лишь в музеях. Автомат Калашникова почти 60 лет господствует на военной арене. Калашников подключился к конкурсу почти на 2 года позже остальных, лишь в победном 45-м. Спешка не могла не сказаться на качестве образца. Испытатели автомата вынесли неумолимый вердикт. Система несовершенна и доработки не подлежит. Но Калашников был настолько уверен в преимуществах своего детища, что смог не просто переувелить их, но и привлечь к устранению дефектов. Надо прямо сказать, вот как-то мне всю жизнь везет на хороших людей. Кустарям-одиночке трудно что-либо изготовить и сделать путное. А вот в коллективе, в хорошем коллективе, но надо коллектив заразить надо своей идеей. Так что конструктор должен всегда коллективом хорошо работать, дружно работать. Повторные испытания прошли более успешно. Но теперь Калашникову этого было недостаточно. Вопреки всем правилам, он вместе с помощником Александром Зайцевым полностью переделал оружие. В середине декабря 1947 года в финал конкурса вышли лишь три автомата, включая образец Калашникова. Его главным конкурентом был тульский конструктор Булкин. Но он наотрез отказывался вносить какие-либо изменения. Калашников, напротив, тщательно устранял все выявленные недостатки. Это вот автомат ТКБ-415, конструкторы Булкина и Столы. В автомате Калашникова вот эта большая деталь, предохранитель, она закрывает вырез ствольной коробки полностью. То есть загрязнение меньше попадает. Здесь вы видите достаточно широкий вырез. При попадании грязи автомат вряд ли будет исправно работать. 10 января 1948 года, после необычайно долгого обсуждения, члены принимающей комиссии пришли к выводу, что автомат Калашникова, хотя имеет меньшую кучность стрельбы, тем не менее опережает образцы Булкина и Дементьева по важнейшему показателю – безотказности и простоте в обращении. Я в юности просчитал, не знаю, где я просчитал, «Великий Господь сказал, все сложное не нужно, все нужное просто». В середине 1948 года первая партия автоматов поступила для испытаний в советскую армию. Весь год, пока проходили войсковые испытания, Калашников находился в частях. Десятки замечаний, высказанные солдатами и офицерами, он учел при доводке автомата. В 1949 году автомат Михаила Тимофеевича Калашникова принимается на вооружение и получает официальное название – 7,62-мм автомат Калашникова. Обратите внимание, ничего не говорится об АК-47. Тем не менее, у меня в руках автомат, на ствольной крышке которого – гравировка АК-47 номер 1. Оказывается, это название первого опытного образца, придуманное командой Калашникова для участия в конкурсе 1947 года. Именно это название АК-47 позднее войдет в широкий обиход и даже станет международным брендом. В том же 1949 году 30-летнему старшему сержанту Михаилу Калашникову за создание автомата была присуждена сталинская премия первой степени. Премия была 150 тысяч. Это первая премия по вооружению. Тогда только появились машины «Победа». И вот я там в Москве приобрел такую машину «Победа» за 16 тысяч. То есть я мог почти 10 машин за эту премию. То есть это солидная была премия. Так началась моя конструкторская жизнь. Причем, надо прямо сказать, тяжелая жизнь. После демобилизации Калашников переехал в Ижевск, где на оружейном заводе налаживался выпуск его автоматов. Там он становится сначала ведущим, а чуть позже главным конструктором. В течение нескольких лет Калашников кропотливо доводил каждый узел, каждую деталь до совершенства. Одновременно он участвовал в конкурсе на создание ручного пулемета и вновь выиграл его у маститых оружейников. В 1959 году пулемет и автомат Калашникова, модернизированный АКМ, были приняты на вооружение. Модернизация – это не просто вот сели, что-то сделали и все. Это работа нескольких лет. Наш солдат перегружен. На него столько навешивается все. То вот даже требование такое было, что за каждый грамм облегчения будем давать ордена. АКМ дольше других модификаций автомата Калашникова оставался на вооружении. На нем стала возможна установка приспособлений для бесшумной и беспламенной стрельбы, приборов ночного видения, появились детали из пластмасс и металлопорошка. Но главное удалось решить один из основных недостатков АК-47 – невысокую кучность. Для повышения устойчивости автомата при автоматической стрельбе в него был введен дульный тормоз, вернее, дульный компенсатор. Вот внедрение этого в конструкцию автомата этого компенсатора резко повысило кучность и эффективность стрельбы. Модернизированный автомат Калашникова послужил базой для создания ручного пулемета. Они имели единый патрон и большинство деталей конструкции. Особенно подкупало военных взаимозаменяемость магазинов, автоматов и пулеметов. Ничего подобного не было ни в одной армии мира. За создание АКМ и ручного пулемета в 1959 году в Калашников был удостоен первой золотой звезды героя социалистического труда. В середине 60-х Ижевский завод посетил молодой генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Ему очень понравилась конструкция нового штык-ножа для АКМ. Будучи заядлым охотником, Леонид Ильич спросил Калашникова, нет ли у него подобного оружия для промысла на зверя. Михаил Тимофеевич пообещал Брежневу сделать специальный охотничий нож, лезвие которого в точности повторяло форму штык-ножа ККМ. Таких уникальных ножей было сделано всего несколько штук. И все они, кроме Брежнева, были подарены только членам Политбюро и высшим военачальникам Советской Армии. 2 августа 1964 года, в ответ на атаку вьетнамскими катерами эсминца ВМС США Меддокс, президент Джонсон приказал нанести воздушные удары по Северному Вьетнаму. Америка оказалась втянута в войну. Именно тогда состоялся заочный поединок между великими самоучками-конструкторами Михаилом Калашниковым и создателем американской винтовки М-16 Юджином Стоунером. 20 января 1968 года. Пентагон начальнику штаба сухопутных войск армии США. Совершенно секретно. Винтовка М-16 по-прежнему недостаточно надежна. Более 30% потерь живой силы происходит из-за отказа нашего штатного стрелкового оружия. Начальник специального отдела Министерства обороны США. У вьетнамских коммунистов, воевавших с автоматами Калашникова, таких проблем не было. Адаптированный к самым суровым условиям, автомат выдерживал и тропическую влажность, и попадание болотной грязи, и наспех обученных стрелков. У нас девисть тогда была, что трофейны на вооружении. И если появились какие-то АК, ну, АК, или с складным, да, прикладным, то все, почти все партизаны попросили своего командира, чтобы дали ему, именно ему, этот АК, а не другие трофейны. Впрочем, у американской автоматической винтовки были свои преимущества. Малокалиберное поле 5,56 мм имело большую начальную скорость, что обеспечивало лучшую кучность автоматического огня. Уменьшение массы патрона давало возможность существенно увеличить носимый запас боекомплекта. В начале 70-х в СССР тоже разработали автоматный патрон калибра 5,45. Я был против. Я написал несколько писем, что нельзя отказываться от 7,62. Он не черпал свои живущиеся. Но тут мне начали, значит, приписывать, что вот я держусь за все старое и так дальше. Свою позицию Михаил Тимофеевич обосновывал тем, что малокалиберное поле имеет низкую пробивную силу, а пулю АКМ не остановит даже легкая броня. И все же конструктор не мог стоять в стороне и принял участие в конкурсе по созданию нового оружия. В финал вышло оружие Калашникова и Константинова. Автомат конструктора Константинова, который испытывался в 1973 году. Недостаток его – большое усилие, которое солдат должен применять при перезаряжении этого оружия. Усилие больше 5 килограммов. Эксперты отдали предпочтение конструкции ижевского мастера. По становлению ЦК КПСС и правительства от 18 марта 1974 года АК-74 был принят на вооружение. Всего через 5 лет ему предстоит подтвердить свои высокие характеристики. 5 июля 1984 года. Афганистан. 23 бойца отряда каскад спецназа КГБ СССР попали в засаду, устроенную элитным подразделением моджахедов «Черный Аист» во главе с Усамой Ден Ладен. У моджахедов были устаревшие автоматы Калашникова египетского производства. У спецназовцев новые АК-74. Потери каскада после жестокого ночного боя. Двое убитых, 17 ранены. Потери моджахедов – 372 боевика. В Афганистане автоматы Калашников вновь подтвердили свою фантастическую надежность. Просто видел, как бойцы быстро отстегают рожок, передернул затвор, снова поставил рожок, продул, вытряс из него пыль, эти камни какие-то, которые сыпятся в боевой обстановке, когда люди на земле, в окопе. Снова поставил, передернул, уже загнал снова патрон и снова ведет огонь. В середине 80-х в мире насчитывалось уже более 100 миллионов образцов автомата Калашникова. Они состояли на вооружении почти 60 стран. Ставшую талоном конструкции автомата изучали во всех военных академиях мира. Однако о самом Калашникове почти ничего не было известно. Но однажды в почтовом ящике конструктор обнаружил письмо известного американского историка стрелкового оружия Эдварда Клинтона Изола с необычным адресом. СССР Михаилу Тимофеевичу Калашникову. С доктором Изовом Клинтоном я познакомился и мы стали хорошими друзьями. Он написал книгу «Когда еще у нас ничего не было. История развития АК-47». Вскоре в западных журналах появились статьи о сержанте из Ижевска, вооружившем весь мир. Советское руководство спохватилось. Выдающийся оружейник и всего лишь старший сержант. После зарубежных публикаций на конструктора в прямом смысле обрушился звездный дождь. Снявшему военную форму более двух десятилетий назад Калашникову срочно было присвоено звание лейтенанта. А буквально через несколько часов он был уже старшим лейтенантом. А еще через два дня его вызвал к себе министр обороны СССР Дмитрий Устинов. Он очень ругался по поводу утечки информации и называл при этом конструктора почему-то майором. Когда завеса секретности спала, стало известно, что конструктор разрабатывал не только знаменитые автоматы и пулеметы. Страстный охотник, он создал множество охотничьих карабинов и дробовиков. Впрочем, некоторые его изобретения и вовсе не имели отношения к оружию. Прикосил он меня на дачу. Идем, значит, это был январь месяц, так холодно. Он говорит, Михаил, сейчас я покажу очередное изобретение. Думаю, может, автомат или оружие что-то какое там придумалось. А на даче нет. Подходит, значит, большой такой закрытый ящик, красиво отделанный его общими руками. Говорит, слушай, это, говорит, зимовник для ежей. Михаил Тимофеевич не любит публичности и практически никому не рассказывает о своей личной жизни. Лишь недавно выяснилось, что в молодости писал стихи. Меня даже избрали в Киев на слет начинающих армейских поэтов. Я написал несколько секторей, но они так и остались дальше. Я занялся этим делом и уже было не для лирики. Автомат Калашникова стал не только самым массовым оружием за всю историю, но и символом свободы и даже явлением культуры. Сегодня в Африке родители дают своим сыновьям имя Калаш в надежде, что они унаследуют фантастическую выносливость русского оружия. Автомат Калашникова является эталоном по надежности работы. Это признано во всем мире. В год своего 85-летия Михаил Тимофеевич написал послание будущим конструкторам. Его заложили в капсулу в здание музейного комплекса Калашникова в Ижевске. Вскрыть ее предполагается в 2047 году, когда будет отмечаться столетие создания АПК-47. Я и сейчас говорю, совершенствованию нет предела. Поэтому, кто сделает лучше, я первый пожму руку. Ну, это и правильно, потому что конструктор видит не только свое. Он видеть должен, что делают другие. 3 ноября 2004 года за большой личный вклад в разработку новых видов оружия и укрепление обороноспособности России президент Владимир Путин наградил генерал-лейтенанта Михаила Калашникова орденом за военные заслуги. 10 ноября изобретателю от Бога, создателю самого популярного в мире автомата Михаилу Калашникову исполнилось 85 лет. Он оказал огромное влияние на развитие всего стрелкового автоматического оружия, изменив облик мира. По мнению экспертов, в ближайшие 20 лет конкуренции автомату АК по-прежнему не будет. И если бы Нобелевские премии вручались оружейным мастерам, то первым в этой номинации, несомненно, стал бы русский конструктор Михаил Тимофеевич Калашников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok